Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Минут десять надо! Каких десять минут? Мы не успеем! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пашка, не смей! Пашка! 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 Как он? Поймай, давай, ты скорую! Сделайте для него! Давай! Девушки отдыхают Подстанция 06, опору ВЛ-501, у меня тут монтажник отписан. Скорую, быстро! Паша, дыши! Паша, дыши! Слышишь меня? Паша, дыши! Паша, дыши! Паша, дыши! Паша, дыши! Паша, дыши! Ну как там? Пока не знаю. Я тебя очень прошу, пожалуйста, не лезь завтра в бутылку, когда будешь разговаривать, хорошо? А с чего ты взяла, что я собираюсь лезть в бутылку? Ковалев, я тебя что, не знаю? Паша, ходишь весь напряженный, натянутый, как будто драться собираешься. Драться я не собираюсь. Но и крайним себя сделать не дам. Вот. Вот. Вот об этом я и говорю. Я что, не знаю, они тебе завтра одно слово скажут и весить в ответ им! А ты хотела бы, чтобы я молчал? Папа, в самом деле ты так нервничаешь, будто виноват, что Павел сорвался. Что это за мода такая вмешиваться в разговор взрослых? Володя. Я уже не ребенок. А ужин! Спасибо, я сыт. Все это, Владимир Михайлович, называется одним простым русским словом. Разгильдяйство. А ваши оправдания настолько жалкие, что на них даже останавливаться не хочется. Ну, теперь я не удивлен, почему в бригаде царит пьянство и полное пренебрежение трудовой дисциплины. Никакого пьянства у нас нет. В тот день мы всей бригадой выехали на природу. Отмечали мой юбилей. Слушай, Матиль, сходи, принеси картошки. Много я уважаю. Картошки. Кушиться подошла. Помоги. Давай. Смотри, Михалка. Матиль, подай кружку. Слушайте, ну можно я скажу первое? Молодец. Владимир Михалыч, дорогой мой человек. Сегодня много будут говорить о том, какой ты замечательный начальник, хороший специалист и товарищ. Но я хочу сказать о другом. Ты человек, который научил нас мечтать. Научил верить в себя. Ты подарил нам не только профессию, ты подарил нам небо. За тебя, дорогой! Ура! Ура! Так все-таки выпивали. Основательно копает. Чего там копают-то? На нас все повесят и все. Слушай, Генка, иди сюда. Разговоры есть. Смотри, что я нашел. Что это? Это кусок Пашкиной майки. Я ее из карабина достал. Теперь понимаешь, почему он плотно не защелкнулся? Понимаешь? Слушай, Андрюха, ты дай мне этот кусок и забудь про него. Понял? Значит, вы говорите, Радюк, что в момент ликвидации аварии приказ выполнить опасную работу Ковалев отдал Петроченко. Поскольку вы плохо себя почувствовали. Правильно? Михалыч для меня не просто бригадир. Я, в общем, когда откинулся, меня никуда не брали. Ну, случайно, с Михалычем познакомился. Я ему говорю, возьмите меня к себе. А он мне, а ты высоты боишься? СМЕХ А я ему говорю, я только милиции и начальства боюсь. СМЕХ Ну, в общем, спасибо тебе, что ты из меня человека сделал. Радюк, давайте по существу вопроса. Но вы же знаете, что нас в тот день срочно вызвали на аварию. СМЕХ 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 Я сейчас! Радюк! А? А ты чего? Ты чего? Ну, какого рожна? Выпил, отдыхай. Давай, давай! Глезь в машину, спи! Да, нормально. Я говорю, спи! Бегом в машину! Дядя Володя, ну! Пашка, не смей! Ну, а дальше вы знаете. Так приказ отдавал Ковалев? Да, Ковалев. У меня больше вопросов нет. Ваш товарищ Геннадий Радюк утверждает, что приказ работать на высоте Павлу Петрощенко отдал Ковалев. Он так сказал? Представьте. Ты что делаешь, сволочь? Зачем Ковалев? Тихо, 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 сюда, сюда иди! Спокойно, парни, парни, спокойно, сами! Послушай, ничего с твоим Ковалевым не будет. А если узнаешь, что Пашка сам на опору полез, ему пенсию не дадут по инвалидности. Это еще почему? Да потому! Сам полез, сам виноват! Что, не знаешь? Если ты такой, конечно, принципиальный, то иди скажи, что я соврал! Только Пашке с Вадиком будешь сам объяснять, чем они будут ипотеку платить. Понял? Выводы какие из всей этой истории? Ну, какие выводы? Виновный должен быть наказан. И кто виновный? Ну, я так понимаю, Ковалев? Я в этом не уверен. Ну, а кто виноват, по-вашему, Виталий Степанович? Никто не виноват. Несчастный случай. Обстоятельства так сложились. Нет. Нет. Так не может быть. Если монтажник упал с высоты, то виноват монтажник. Или начальник монтажника. Или начальник начальника. И виновный должен понести наказание. А если никто наказан не будет, то монтажники начнут падать каждый день. Я не хочу делать из Ковалева стрелочника. Ну, не хотите и не надо. Если Ковалев вам так дорог, есть другой вариант. Давайте вы будете ответственным за это. И понесете наказание. Виталий Степанович, аргументы мы подберем. Это несложно. Вам решать. А у меня приказ. Найти и наказать виновного. И я выполню приказ. Вы только послушайте, что вы написали в своей объяснителе. Бригаду торопило руководство колонны. Ну, зачем же, Владимир Михайлович, свою вину перекладывать на кого-то другого? Привет, Виталий. Привет, дружище. Извини, что беспокою тебя в такой день. Я знаю. Знаю, что мужики собрались праздновать твой юбилей. Но у меня плохой подарок для тебя, Володя. Большая авария в Круглянском районе. Кроме твоей бригады никто не справится. Срочно выезжай. Прошу тебя, Володь, выезжай. Да, понял. Так, ребят. Праздник закончился. Но учитывая погодные условия, вы вообще не должны были посылать Петраченко на высоту. Так я его не посылал. Ну, мы поговорили с вашими людьми. И они считают, что во всем виноват я? Да, именно так они и считают. Знаете, я не собираюсь здесь перед вами оправдываться. Если вы считаете, что моя вина доказана, я готов уволиться прямо сейчас. Ну, как ты такое мог допустить? Ты же сам, Виталий, говорил, срочно. Линию надо восстановить. Я тебе не приказывал в такую погоду монтажников на опору посылать. Скажи еще спасибо, что Петраченко живо остался. Мы что, бригада камикадзе? Ладно, малыш. Иди, с этим теперь комиссия из главка будет разбираться. А я лично снимаю твою бригаду с линии. Давай. Что-то случилось? Ириш, Пашка Петраченко разбился. Реанимация лежит. Какая жалость. Боже мой. Хорошо, что он жив остался. Повезло. Везде этот удар смягчал. Ты куда собираешься? А у меня сейчас, верни Сашу, а потом пресс-конференция. Представляешь, целая команда искусствоведов из Москвы приехала. Ирина, послушай меня. Давай ты сейчас со мной поедешь к Пашке в больницу, а потом к своим деятелям, хорошо? Егор, ты как маленький, честное слово. Я же тебе говорю, очень важная пресс-конференция. Я там обязана быть, просто обязана. За мной даже Света уже приехала. Кстати, слушай, если ты быстрый, мы можем тебя подвезти. Хорошо? Да, конечно, поехали. Егор, если все быстро закончится, я сразу же прилечу. Обещаю, мне он Света отвезет. Правда, Свет? Будем надеяться. Вот зачем ты сейчас это сказал? Что сказал? Ну, тоном таким, будто заранее знаешь, что я не приеду. Ира, я нормально сказал. Ну, хорошо. Хочешь, я вообще никуда не поеду. Хочешь? Спасибо, что подвезли. Ирка, ну, вот зачем ты это делаешь, а? Ты ведь хороший парень. И любит тебя по-настоящему. А ты врешь ему. И меня еще в свое вранье втягиваешь. Забыла, какой институт из-за тебя бросил. Между прочим, чтобы ты учиться могла. И эту свою диссертацию защищать. Ну, а чем ты ему платишь? Да, он хороший, добрый, надежный. Ну, и что? Мне что, теперь всю жизнь с ним прожить из благодарности? Ну, конечно, Ирка. Ну, а как же иначе? Света, я когда Володю увижу, у меня ноги подкашиваются. А с Егором у меня такого никогда не было. Доиграешься ты, Ирка. Чует мое сердце, останешься одна. Здравствуйте. Ну, как ты? Нормально. Врачи никаких гарантий не дают, но жить буду. Это тебе. Спасибо. Ну, и прекрасно. Значит, выздоровеешь и в бригаду вернешься. Ты что-то не договариваешь? Чего вы все из меня идиота делаете? Брат молчит, как партизан. Я же понимаю, что это просто так не закончится. Паш, пока еще ничего не понятно. Они вызывают, спрашивают, выясняют. Я все равно узнаю. Комиссия выясняет, кто тебя на высоту отправил. Никто. Вы же все видели, я сам полез. Времени не было. У Ковалев бригадир, с него и спрос. Что? Я сейчас пойду. Паша, хватит геройствовать. Ты пойми, если не выяснишь, что ты сам виноват, тебе из бригады попрут. А из каких доходов ты будешь ипотеку оплачивать? У тебя что, из богатой дядюшки миллионер? Ты вот о чем сейчас говоришь? Ковалева уже посадят. Да кто его посадит? Никто же не погиб. Выговор впаяют и все. Кать, а если он калека останется, а? Сплю. Фу. Как я потом Вадику в глаза буду смотреть? Радюка, ты о нас когда-нибудь думаешь? Обо мне, о ребенке? Хоть когда-нибудь? Ты понимаешь, что если с тобой что-то случится, что с нами будет? Милая, ну не случилось же, ну. Ты не понимаешь? Моя очередь была лезть на опору. А мне так хреново было. Редчайший случай. Водка тебя спасла. Кать, ты, Кать, ну... Да я уже забыла, когда тебя трезвым видела. Ну... Что это? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Я говорила с Ярошеней. Никто не считает тебя виновным в этом поступке. И тебе они совершенно не обязательно увольняться. А кто просил тебя вмешиваться? Володь, ну... Володь, я же вижу, как ты переживаешь. Ну, а он твой друг. Он мог бы замолвить за тебя словечко. Начальство и дружба – вещи несовместимы. Извини, я хотела, как лучше. А ты спросила, как лучше мне? Слушай, Ковалев... Ты на своем этом лэпе... Ты ведь не только свою жизнь загубил. Ты мою исковеркал тоже. И поэтому хоть раз в жизни... Я считаю, что я имею право сказать тебе правду. Так вот, послушай меня. Я ненавижу твою работу. Я ненавижу деньги, которые ты приносишь. Я себя ненавижу за то, что я терплю все это. Не ради чего, Володя. А что ты видел в своей жизни? Кроме мазута и грязных вагончиков? А? Грамоту тебе выписали? Отлично! Отлично! Ты вот теперь прикладывай вот эту свою грамоту к растянутым сухожилиям и к радикулиту. Мама, не кричи. Что соседи подумают? Лена, выйди! Пожалуйста. А вы не ругайтесь, пожалуйста. Кстати, папа у нас сторож на автостоянке зарабатывает почти как ты. Лен, выйди. От кого, от кого, от тебя не ожидал. Значит, вся моя жизнь дерьмо. И то, что я вкалывал все эти годы. Не вызывает даже уважения. А по мне даже хорошо, что ты уволился. Мне кажется, это куда лучше, чем тебя без твоей заслуги пинком под зад. Я могу растворять в кофе Смолк за окном Это мой профиль И ждать, когда с неба посыплется пудра Утро за утро Я могу растопить взглядом Переконять Просто не надо И сердце готово Немного искры Осталось подложить пинк Спасибо за поддержку, родная Может быть, снова плохо закончится Вот Будет нечем платить за ягварь Но посмотри, как горит воздух Прямо над нами Ярче, чем солнце Жарче, чем пламя Мы все отпускаем Взлетая с разбега Жарче, чем солнце Выше, чем небо Выше, чем небо Приветствую, Григорий Иванович Здравствуйте, Володь, привет Здравствуйте, Владимир Михайлович Добрый день Вот вам ключи Мне Марина всегда перед отъездом оставляет Чтобы я у вас дома цветочки поливала Большое спасибо Вы ведь у нас редкий гость Ну да, командировки Сейчас такая жара стоит Без полива никак нельзя В теплицах моментом все завянет Ну да, ну да Раис А здесь сторож нигде не требуется? Да нет Вроде взяли мужчину одного сторожа Он как с женой развелся Так целый год на даче живет А чего это вы интересуетесь? Так пенсионер я Со вчерашнего дня Да ну Такой крепкий мужчина Марина говорила, что вам до пенсии еще несколько лет У нас в ЛЭПе год за полтора идет Так что свой стаж я уже наработал Выходит, сюда надолго? Думаю, да Ой, Владимир Михайлович Так может вы у меня электропроводку глянете? Ну, когда будет время, конечно А то свет то горит, то не горит Ну, а чего не посмотреть? Посмотрим Сейчас обоснусь Мужики, спасибо, что пришли А то он не дает мне уже на койке этой валяться Паш, ты не геройствуй Ты лечись как следует Что врачи-то говорят? Да она мне все как на собаке заживает А скоро Вадька меня будет на тележку по проводам катать Пусть и Жорик катает Видал, как его разносят без работы? Моя Матильда отличную книгу купила О вкусной, здоровой пище Лучше бы она тебе книгу купила, как похудеть Ты, кстати, пирог не съел, который она Пашке приготовила? О! Знаешь, Генка В твой паспорт не ту фамилию вписали Ты не Радюк, а Гадюк Мужики, мужики А где Ковалев? Чего не приходит? Ты что, не в курсе? А его... Его в колонну срочно вызвали Но он сказал, что как только вернется, он к тебе приедет Угу, понятно Спасибо вам Спасибо Спасибо Привет 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 А где ты была так поздно? Я же тебе говорила, мы готовим выставку Устала, как собака А что за мужик провожал тебя? Куратор выставки? Неужели ты ревнуешь? Нет, но все-таки Кто он? Это я частника поймала Хотела со мной познакомиться Я ему сказала Что у меня есть ты Спасибо 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец, дочь Умелся Давай, 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 давай Вера ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец, доченька Как всегда, на высоте Ты что думаешь? Я с Леркой встречаюсь, потому что у нее папа главный тренер Ничего я не думаю, она классная девчонка Тебе с ней просто повезло, ну так и пользуйся этим Полагаешь, если Лера с папой поговорит Ну типа там у нас все серьезно, все дела Это поможет? Можно подумать, что ее на Дакар взяли за ее офигенные достижения Да если бы не ее отец, она бы вообще в команду фиг попала бы Значит поможет, говоришь Подержи-ка вот здесь Лера Лера Что случилось? Лера, прекрати, ну не будь, ты ее... Да, Лера Что ты делаешь, Лера? Да остановись, Лера Это просто детализация, Лера Не спеши ее резать фарами Впереди еще столько недель С очень скользкими тротуарами Беги Даже если тебе все равно Даже если потом тротуар Сквозь петель до него Става ума Не жди Наори на нее сквозь стекло Она будет все делать назло Не давая тебя забывать Горизонт никуда не ведет Даже если мы встанем птицами Видишь, птицы уходят под лед Бесконечными вереницами Мы могли бы дождаться тепла Коротать февраль Слушать новости Улетать Возвращаться в тела Путешествовать В небесомости беги Даже если тебе все равно Даже если под утро авто Сквозь метель так непросто поймать Зажги Наори на нее сквозь стекло Она будет все делать назло Не давая тебя забывать Субтитры сделал DimaTorzok Ты что удовляешь Ты подумала своей головой Чем это могло закончиться Ты что Хотела себя угробить А ты обо мне подумала О матери подумала Да мы еще хотим внуков увидеть А ты Ты Господи какой же дурак Хотела себя сделать профессиональную гонщицу Умную, тонкую, расчетливую А вышла сумасшедшая идиотка С пониженным чувством опасности Все Я отстраняю тебя от гонок Исключаю из команды Слышишь? Исключаю! Пятый год в монтажниках Вот даже смотрю Три курса политехнического То что надо Поработаешь годик Бригадирова вместо Ковалева А там глядишь и... О! Я не хочу вместо Ковалева Тебе что-то не устраивает? Вы знаете о чем я В тот вечер мы отдыхали И вы об этом знали И именно по вашему приказу Мы выехали на работу А Ковалева Сделали крайним Я не буду в этом участвовать Что ты предлагаешь? Вы должны извиниться Перед Ковалевым И вернуть его в бригаду Понятно Ладно, иди Найдем другого бригадира Заодно и мне Замену поищите Да ладно, Аська Хватит зудеть Ну правда Как будто это тебя Из команды выгнали Я не переживаю Ну может чуть-чуть Ладно, слушай Как-нибудь переживу Без этих артистов Давай Я тоже увольняюсь Без Пашки Ковалева Егора Я работать не собираюсь Я бы тоже уволился Только надо с Матильдой Посоветоваться Нет, парни Подождите Вы что, нас Философом одних оставить? Я что-то решил, что я остаюсь Я тоже увольняюсь Как все ребята Нормально Ну хорошо Уволимся мы все вместе Ну кому мы что докажем И что мы дальше будем делать Как жить будем? Как жить? Со спокойной совестью А деньги мы где возьмем? У Ковалева хоть пенсия Ну так и работу искать Легко сказать Мужик этот в колонии Слышал, что россияне Набирают бригады на ЛЭП В Тюменьскую область Говорят, им раза три больше платят Туфта Я выяснял Там работа по зимнику Не будем же мы полгода морозов ждать Есть еще вариант Под Брянском, недалеко Трехсотку проложить А это реальный вариант Или так Болтовне? Реальный Ну, с заказчиком надо встретиться Контракт обсудить Решить, кто поедет Ты как, Матильда? Так все поедем Слушай, что ты его раньше не видел? Это Райкин сосед Интересно, а сколько берет? Ну, не пол-литра уже Ну, я думаю Включай! Горит, Владимир Михайлович! Горит! Вижу, порядок! Вы, Володя? Здрасте, у меня ваш новый сосед Григорий Здорово, сосед Здрасте Я тут участок недавно купил Сейчас трость понемножку Володь, не могли бы мне помочь? По электрике А что нужно делать? Да мне главное От столба провода натянуть На эти, ну, ролики такие Знаете? Ну, изоляторы А, вот, да Изоляторы Ну, и подвести к счетчику Все, у меня готово Провода, изоляция Ну, это хорошо Только делается все наоборот Да? Ну, да Вначале устанавливается счетчик Укладывается провод А уж потом запитывается от линии А, сразу вина Специалист, специалист Ну, так что? Вот поможете? А это чего? Так заработал, Влад, нормально? Да ладно, приду, сделаю Да? Мой участок, значит, на третьей линии 47-й дом Буду ждать До встречи До свидания Спасибо, спасибо, Володь Буду ждать На основе полученной проектной документации Мы в ближайшее время Должны начать подведение Восковольтных линий К площадке строящейся атомной станции Основные направления Островец-Лида-Гродно Островец-Молодечно Островец-Полоцк-Новополоцк Но уже сейчас мы должны готовить базу И начать формирование Бригад монтажников и строителей Речь идет в основном О директорах механизированных колонн И запад электросеть строя Виктор Сергеевич Что у вас с людьми? С людьми-то ладно, Антоний Васильевич Набрать можно А вот опытных специалистов Маловато Сами понимаете Серьезных объектов Давно не строили Кто в Россию подался Кто в частные фирмы Вопрос о строительстве Атомной электростанции Уважаемый Виктор Сергеевич Решался не вчера и не сегодня Вам давно пора было подумать Об этом Речь идет об энергетической Безопасности республики Кабинет министров спросит Меня А я спрошу с вас Вам это должно быть понятно Да Через неделю жду вас С докладом О готовности бригад Продолжим Ярошеня Есть хоть кто-нибудь Кто на этих линиях работал? Был один Ковалев фамилия На прошлой неделе Мы его на пенсию отправили Ну так верни его И дело с концом Боюсь не захочет Мы плохо с ним расстались Понятно Значит сделаем так Ты отправишься к нему И решишь проблему Срок тебе два дня А если не решу? Тогда пошлем другого Кто будет работать Вместо тебя Смотри, как горит воздух Прямо над нами Ярче, чем солнце Жарче, чем пламя Мы все отпускаем Святая с разбега Жарче, чем солнце Выше, чем небо Выше, чем небо Выше, чем небо Ну как ты тут, Володь? Как в раю Грибы, рыбалка, крепкий сон А главное, никто мозги не компостирует Завидую Черт, о чем мы говорим Володь, я хочу, чтобы ты Все правильно понял И не держал на меня зла Я виноват перед тобой С этой комиссией Виталь, ну прекрати Все, проехали, забыли Давай, выкладывай Ты же не за извинениями приехал Правильно? Да, ты прав Я приехал просить тебя вернуться на работу Только ты не перебивай сразу Да, и не отказывайся, Володь Тебе повысит зарплату Плюс пенсия, премиальные Приличная сумма набегает Как сам считаешь? Никак Не, ну серьезно, Володь Ну какой из тебя пенсионер Какие цветочки и листочки Это все не твое А ты-то откуда знаешь Что мое, что не мое Ты ведь, Виталий, тоже когда-то говорил Что кресло начальника это не твое И что? Ну откуда такая забота? Мы ведь с тобой 10 лет уже не виделись Вот так, да? Я вне работы Только про совесть не надо, ладно? Что это за человек такой, Ковалев? Он все время как-то все выворачиваешь Все так вот С подковыркой все Да, затык у меня со спецами Министерство шею мылит Доволен? В нашей колонии поручили линию тянуть к атомной станции А кому тянуть? Салагам? Там же одни 750 В же лет 25 такие не строили, а? Поможешь? Позарез надо Собрать бригаду, научить показать Нет, Виталий, я не проси Я не вернусь Мне здесь хорошо Подсчет, уважение А главное, никакой нервотрепки Не простил, значит? Обижаешься Ладно, я поехал Ты Прости за все Виталий, я ведь не на тебя обижаюсь Ты начальник Куда тебе деваться? Мне за ребят обидно Не ожидал я от них А на ребят своих, кстати Зря обижаешься Нормальные они у тебя, мужики ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марина Сергеевна, да я серьезно ничего не знал Вот же балбесы Молчали, как партизаны А я-то думаю Почему Ковалев ко мне не приходит? Пашенька, он так переживал Хотел приехать, поговорить Но он боялся, что ты обвинять его будешь в этой ситуации Да чепуха какая Вы, пожалуйста, ему передайте, что у Паши Петраченко даже мыслей таких не было Передам, передам Он со мной не разговаривает Ему сейчас просто нелегко из-за этого увольнения Да, ты знаешь, уход на пенсию он представлял себе несколько иначе Ну не волнуйтесь Меня скоро выписывают И я обязательно к нему поеду Мы встретимся, поговорим Он мужик отходчивый Ковалев Ой, Пашенька Ковалев как Голубу что-нибудь вобьет Все с концами Чем он сейчас занимается? Он на даче сейчас Занимается халтурой У меня там подруга соседка Она мне все по телефону сливает Ты мне скажи, ты как? Как ребята? Они приезжают, навещают Да у меня все хоккей А ребята наши на заработки в Брянск уехали Нормально, нормально Не сидите с ребятами дома То отпусками допроситесь, а то... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приветствую Приветствую Ну как, разместились? Спасибо, обустраиваемся Пройдете с прорабом Он покажет вам линию К вечеру привезут материалы И начинайте работать Самое главное, помните, что каждый день на счету Знакомьтесь, это наш водитель Лера Синельникова Это наш бригадир Егор Простите, я вас правильно понял? Эта девушка будет с нами работать А вы что-то против имеете? У нас тяжелая работа Я вам соседствую Ну, я думаю, вы найдете, где разместить нашего водителя Что-нибудь придумаем Все, договорились, счастливо Проходите, знакомьтесь Ребят, это Лера Андрей Очень приятно Здравствуйте 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 Лера, пройдемте Я покажу вам ваш вагончик Да, 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 спасибо А вы нас здесь подождите, пожалуйста Пойдите Парни, я одного не понимаю Что такая красотка здесь делает? Ну как, сейчас половина тела к тачке водит Это даже сексуально, мне кажется Сексуально это когда-нибудь на каком-нибудь внедорожнике чулочками светить А здесь же кладбище женской красоты Застиранный комбез и мазутный маникюр Вот, Егор передал, это кусок моей майки Она тогда в карабин попала Так что это выходит, я лопухнулся И твоей вины тут нет никакой А чего же они скрывали от меня? Я не знаю, из-за комиссии, наверное Боялись, что мне хуже будет Дурачь ее Давай Ну и как тебе тут живется? Живется, Паша Люди хорошие Уважают Работы полно Знаешь, я когда к тебе сюда шел Вспоминал, как ты говорил, что не представляешь себя на пенсии Ну и каково это Вот земля копаться Когда недавно руками за облака держался Да какой из меня пенсионер Тот, знаешь, ко мне Ярошене приезжал Предлагал вернуться в бригаду Знаешь, что я ему сказал? Михалыч Нет больше твоей бригады Некуда тебе возвращаться Как нет? А куда она делась? Уволились все Из-за тебя, как ты понимаешь Я, кстати, завтра тоже к ним поеду Не поминай лихом Ну что, давай погладим дорожку Давай Давай Ты не торопишься, ты не учитываешь Темпов сжатия вселенной Сны на прохладной воде Будем завидывать листьям Осенними линии жизни не будь Ну-ка не прячься спиной Ладошки идут за тобой Останови листопад Останови листопад Вернуться в осень Будет проще Чем остаться навсегда Не обещай Тебя обманывать Обучены слова Вместе навсегда Вместе навсегда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok